Всем привет, друзья! С вами Михаил. Игра Trials of Heroes. Пятница, новое обновление. И сегодня нам обещали, друзья, подвести новый контент. Это аналог как Vidal Heroes, если они сделают так, как там будет шикарно. Фри-то-плейный игрок получит доступ к определенному количеству лимитированных скинов. Ну, посмотрим, друзья. Новый сезон на Крепости Пустоты. Тоже на носу очень важный контент. И возможность тоже фри-то-плейно получить определенное количество ресурсов. Это тоже очень важный контент. Начинается новый сезон. Анонс я скидывал, друзья, на страничку канала чуть раньше. Если хотите знать немножко раньше об обновлениях Trials of Heroes, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте вопросы, комментарии. Всем и каждому, друзья, большое спасибо за поддержку. С вас лайки и подписка. С меня контент, друзья. Ну, что, погнали, как обычно, пробежимся, а потом своими глазами посмотрим внимательно. Ледяной набор донат. Донат Близк Кристаллов. Посмотрим. Волшебная пекарня. Конкурс выпечки. Что-то знакомое. По-моему, такой уже был. Родник душ. 7 раз. Родник Пегаса. 2 раунда. Приключения в ледяной мир я, скорее всего, не буду использовать. Если там ничего не поменялось, возможно, какие-то награды добавили. Сейчас глянем. Ледяные сундуки. События входа, улучшения кристаллов. Наконец-то бесконечное превращение. Наконец-то этот ивент настал, друзья. Раз в три месяца он бывает, чтобы бесплатно поменять. Поменять себе кристаллы. Так, друзья. Начнем сразу с обликов. Зайдем. Вот здесь вот, смотрю, сразу у нас новое окошко. И, друзья, я надеюсь, это точно так же, как будет в... Ну да. Ну да, друзья. Там и вообще топчики теперь, друзья. Ю-ху! Неужели к нам подогнали? Нам подогнали лимитированные, наконец-то, скины. Ребят, ну это шикарно. И самое главное, это не визуал, а то, что, напоминаю, старичкам, новички будут знать. В святилище у нас есть святилище обликов, за которое мы тоже получаем определенное количество за прокачку лимитированных обликов ОЗУ и атаку. Поэтому это очень важно. Шикарно. Неужели разрабы взялись за голову? Ну, если бы они еще артефакты сделали точно так же, как в Айдалах, это вообще бы игра ожила. Реально бы, друзья, игра ожила. Ладно, погнали. Давайте я один раз забацаю какой-нибудь скинчик и посмотрим, точно синтезировать. Конечно, точно. И получил я облик на Хаоса. Это у нас был облик. Облик на 8 марта или день Валентина. Мои облики. Смотрим. Ограниченный сердцеед. Да, его можно улучшить. Ребят, в общем, давайте встретимся. Давайте встретимся сегодня в 19.00. По Киеву посидим, посидим на стримчике, пообщаемся и поделаем скины. Посмотрим, какие повыпадают. Потому что у меня осколков 878. Это шикарно. Это получается, ребят, внутри лимитированных полностью я должен прокачать. Будет отлично. Смотрим набор кристаллов. Понятно. Донат. Тоже понятно. Алхимическая лаборатория. Ребят, это у нас событие второй раз прошло. Что хочу обратить ваше внимание на что. Из трех аккаунтов мне на одном из них все-таки удалось. Я два раза прокрутил орбы, чтобы 20 эликсиров взять и дойти до эксперта уровня. На аккаунте своим третьим я таки взял сущности истока. Печалька, конечно, ребят, что это было на третьем аккаунте. Я скидывал скрин в телеграм. Но, тем не менее, шанс есть. И вот эта сущность, это прям, прям must have, must have. Сейчас, особенно в эндгейме. Поэтому, наверное, стоит. Если это событие будет продолжаться по циклу, надо готовиться орбы именно крутить и стараться все-таки ловить. Иначе фритуплейным способом более подходящего ивента я не видел пока, чтобы с этими сущностями истока ловить. Так что довел до вас эту информацию. Рулетка обычная. Семь раз, триста. Триста прям такая пошлая. Пошлая аналогия идет. Новый сундук. Четвертый уровень. Хель, Хануману, Немея шикарно. Остальное все и ОМОН. Ребят, сейчас это, наверное, сундук прям топчик. На аккаунтах новых прям надо крутить-крутить, Немея и ОМОНа забирать. Они вам сразу бустанут вторжение пустоты. Прямо сразу-сразу. Но здесь нету... Ну, опять же, они делают все очень криво. Молодцы, что немножко обновили. Но это все равно не актуальные персонажи. Хотя Немея и ОМОН очень хорошо вам помогут. Но, тем не менее, наверное, было бы актуальнее, как сделали в Айдолах. Есть сундук именно Героев Превосходства. Он там называется, ребята. То есть здесь четыре персонажа, которых можно сделать в Космогероев. Наверное, это более актуально, чем давать, ну, блин, Геремари. Серьезно. Или Молию. Или Белонну. Ну, такое себе. Ну, блин, друзья, вроде какие-то подвички намечаются. Здесь у нас Акса. Некоторые до сих пор ее ставят. Так что я бы задумался, кто хотел бы поиграть. Сейчас есть шикарная возможность. А с учетом нового контента на скины, возможность прокрутить Пегас, наверное, оптимальная. Что у меня, друзья, по Пегасу? Я, по-моему, недавно крутил. Ну, на один круг. На один круг нет смысла заходить. Едем дальше, ребят. Ой, факел. Факел, факел, факел. Ну, у нас здесь Магнус. Смотрю, Магнус в Пекаре переделался. Автолут. Шикарный, шикарный артефакт. Факел, но не знаю, получится или нет его взять. У меня 1035. Но это еще мне 400. 465. И там надо в идеале, чтобы добраться. Ну, посмотрим, сколько здесь будет. Это за использование круассанов, ребят. За 30 круассанов дают один колпак шефский. И можно поменять. Был уже такой. Был уже такой ивент. Естественно, приоритете книжки. Ребят, приоритете книжки. Потому что это очень редкий материал, который только за вторжение пустоты можно получить. И в каких-то лимитированных событиях. Все остальное это фигня. Просто фигня. Мегалиты тоже фигня. Не стоит на них тратить свое время. Приключения. Давайте зайдем. Посмотрим, что у нас тут поменялось. Требуемая мана. Беру. Выбрал я героя. Беру. Хочу посмотреть. Ребят, награды здесь нет. Они до сих пор. Нет никакой добавки в автолут. Потому что у нас в айдолах, ребят, за прохождение вот такого ивента еще дополнительные награды дают в автолут. И за счет этого там 2,5 тысячи можно набрать. Здесь сундуки, естественно, я возьму за 4 тысячи, ребят. И не буду тратить. Потому что кирки конвертируются в субботу в кристаллы, ребят. Напоминаю. За улучшение награды вот такие. И бесконечное превращение. В общем, интересная, друзья, интересная как минимум неделя по скинам. Еще раз напоминаю. Сегодня в 19.00 по Киеву посидим, покрафтим. Даже, наверное, на аккаунте с нуля зайдем. Посмотрим, может там какой-то облик можно будет сделать. Это прикольно. Может и там можно будет пегас крутануть. Или разобьем эти стримы. Короче, посмотрим, друзья. Встречаемся в 19.00 сегодня по Киеву. И будем определяться. Надеюсь, видео вам понравилось, было полезным. Всем хорошего настроения. И до встречи на стриме, ребят.